Украинская столица 13.00 в эфире выпуск новостей и о главных событиях к этому часу. В соборе София Киевская завершилась интронизация предстоятеля православной церкви Украины Епифания. На этом историческом событии присутствовал наш корреспондент Ольга Михалюк. Она с нами на прямой связи. Оля, здравствуй. Расскажи, как прошла церемония и что происходит в Софии Киевской в данный момент. Здравствуй, Станислав. Я сейчас стою на том месте, куда еще с утра невозможно было пройти, потому что пропускали только по приглашениям. За моей спиной Святая София. Уже завершилась церемония торжественная, официальная церемония интронизации, то есть возведения на трон нового предстоятеля Украинской православной церкви Епифания. Буквально несколько минут назад здание Святой Софии покинул кортеж президента Украины. Из этого входа уже уходили официальные делегации. Это как украинские, так и зарубежные. Мы видели и священников, и военных капелланов, и представителей светской власти. Все они выходили с одухотворенным видом, с горящими глазами, с надеждой на совершение, которое предстоит сделать новому предстоятелю. По совершению официальной процедуры интронизации каждый мог поздравить нового предстоятеля. К этому это сделал и глава украинского государства. Я предлагаю послушать. Мы с вами присутствуем на событии, которые есть продолжением и окончанием всех предыдущих. Интронизация предстоятеля православной церкви Украины, митрополита Киевского и всей Украины Епифания означает, что украинская церковь и православный украинский народ наконец получают нового лидера. За вами и с вами, ваше блаженство, связаны большие надежды многих людей. Это большая ответственность стать предстоятелем православной церкви Украины. Сам митрополит Киевский в Северуси Епифания сказал, что имеет большие надежды, что в луне украинской православной церкви объединятся как духовенство, так и веряние. И он будет делать все возможное от него зависящее. Предлагаю послушать. Сейчас нам предстоит утвердить совершенное, получение томоса, единением продолжить развитие и укрепление церкви, расширить православное взаимодействие и братское общение с поместными церквями-сестрами. Верим, что в положенное время все эти усилия увенчаются утверждением для нашей поместной церкви со статусом патриархата. Сегодня присутствовало много гостей. Это и представители из Украины возглавлял сам этап. Возглавляли представители, точнее помогали осуществить интронизацию и помогали воссесть на трон. Представители Константинопольского патриархата, это был Эммануил Гальский, также украинский глава Украинской автокефальной православной церкви, бывший глава Макарии, а также Симеон, это митрополит, Винницкий, он перешел из Украинской православной церкви Московского патриархата. В общем, сегодня мы были свидетелями очередной веки развития Украинской православной церкви, и я предлагаю посмотреть, как все было в нашем сюжете. Много гостей, очень большая делегация Константинопольского патриархата, в которую входят два игумена самых известных монастырей, Синафона и Ватапет. Присутствует делегация Грузинской церкви, есть представитель Болгарской церкви. Около девяти утра приезжает президент Украины Петр Порошенко, а в это время в храме продолжается божественная литургия, продолжением которой станет интронизация митрополита Эпифания, то есть признание предстоятелем новоизбранного главы Украинской православной церкви. Вот так, три раза повторив достойный, митрополит Гальский Эммануил, митрополит Макарий, бывший глава Украинской автокефальной православной церкви и митрополит Симеон, возвели митрополита Эпифания на трон. Нужно сказать, что его изготовили специально для этого события. Также портные Михайловского Золотоверхова специально для торжественного мероприятия пошили мантию для предстоятеля бордового цвета. Следующим шагом после интронизации митрополита Киевского и всея Руси Эпифания должен стать синод, на котором будут формировать структуру православной церкви Украины. После этого будем продолжать развивать нашу новую независимую украинскую автокефальную православную церковь. Будет проходить заседание Священного Синода, будет формироваться структура новой церкви, будут проходить организационные процессы, в том числе юридические, чтобы новая автокефальная церковь действовала и в каноническом правовом поле, и в правовом поле нашего государства. Официально предстоятелем православной церкви Украины митрополит Эпифании стал в день своего 40-летия. Молодой глава формирующейся церкви поможет провести в ней, говоря светским языком, реформы, уверены священнослужители. Ольга Михалюк, Сергей Ильинский, ЮЭй-ТВ. Сегодня предстоятелю Украинской православной церкви Эпифанию исполняется 40 лет. Последние 12 лет он сочетал церковную карьеру и преподавание в Богословской академии. В 2010-м стал ее проректором. О том, каким был студентом и ректором, Инесса Занина расскажет. Решение стать священником Сергей Думенко принял еще в школе. На отлично закончил духовную семинарию и поступил в Киевскую православную богословскую академию. Его сосед по общежитию Александр Трофимлюк, а ныне проректор академии, вспоминает. Будущий владыка уже тогда был строг. Мы ежедневно виделись. Он всегда был требовательный к себе, принципиальный и справедливый. По-видимому, в будущем эти черты дали ему возможность занять должность ректора. Выпускник академии Сергей Думенко отправляется в Ровенскую епархию. Становится личным секретарем митрополита Ровенского и Острожского Даниила Чикалюка. В 2005-м, после смерти наставника, едет в университет в Афины. После учебы – возвращение в Украину и преподавание в родной академии. Здесь студенты изучают пять языков. Древнегреческий, который вел митрополит Эпифаний, непростой. Иногда с преподавателем тяжело найти общий язык. А с ним, учитывая его занятость и то, что он был ректором, он очень доступный и открытый человек. Например, не понимаешь происхождение какого-то слова, подходишь и спрашиваешь, он спокойно и доступно все объясняет. Сергея Думенко помнит в трапезной. Татьяна, повар, говорит, в еде непривередлив. Я его запомнила, сдержанный, вежливый и серьезный. К нам приезжали из Греции монахи, так он с ними к нам приходил, разговаривал с ними на греческом. Преподавательскую деятельность Эпифаний сочетал со стремительной карьерой в Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата. За 12 лет он прошел путь от иеромонаха до предстоятеля Православной Церкви Украины. Его имя напишут в учебниках, как человека, который получил Томас из рук Вселенского Патриарха Варфоломея. Этот человек глубоко предан Церкви, Украине и ее народу. Это патриот. Он, хотя и молод, но имеет достаточный управленческий опыт. Владыка имеет также большой административный опыт, так как одновременно руководил епархией в Киевской области, Киевской Богословской Академией, Михайловским Выдубицким монастырем. 3 февраля митрополиту Киевскому и всея Украины исполняется 40 лет. У монахов, говорит он, не принято отмечать день рождения. Однако, владыку есть чем поздравлять. Мы будем праздновать интронизацию, а не день рождения. Это будет удачное сочетание. Чтобы не праздновать вообще день рождения, потому что священнослужители избегают этого, для нас, монахов, важен день нашего небесного покровителя, день ангела. 25 мая день покровителя владыки Эпифания Кипрского. Инесса Знанина, Владислав Гапун, Александр Бугай, ЮЭй ТВ. И к обстановке на передовой. Двое украинских военнослужащих получили ранения за минувшие сутки на Донбассе. Российско-оккупационные войска 10 раз открывали огонь. Один раз использовали запрещенное минскими соглашениями оружие. Как рассказали в Министерстве обороны, трижды из минометов, бронетранспортеров и стрелкового оружия боевики обстреляли украинские укрепления в районе Луганского. Гранатометы, крупнокалиберные пулеметы использовали в районе хутора Вильны, Широкино, Красногоровки, Гнутого, Крымского и Травневого. По данным разведки, в результате ответного огня подразделениями объединенных сил на враждебные прицельные обстрелы оккупантам нанесен урон в живой силе. С начала этих суток по состоянию на 12.00 на линии боевого соприкосновения обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано. К этому часу пока что все больше информации на наших страницах в соцсетях, а также на сайте канала uatv.ua. Следующий выпуск менее чем через два часа. Оставайтесь с нами, будьте в курсе и знайте больше. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok